Молодые у нас. Ребёнок один инвалид, одна маленькая, 8 месяцев девочки. У меня два правнука, сейчас придут они, куда они лезут? В первую очередь в грязь же. Это грязь, на которую жалуются жильцы одного из дома по улице энергетиков. Огромная куча земли в перемешку с кусками бетона и торчащими из неё прутьями арматуры. И яма почти полметра глубиной, в которую легко можно упасть. Была авария с отоплением. Всё раскопали, трубы поверху бросили. Засыпали глиной. Глина сейчас подтает, всё поплывёт. Мы по этим трубам будем ездить обязательно. После порыва всё сделали, трубы кинули, повернулись, разъехались. Больше никому ничего не надо. Новые трубы тепловики засыпали только на дороге, а вот ямы оставили так. Теперь люди опасаются за своё здоровье. Детей на улицу одних тоже не пускают. Да и обычная поездка в город превратилась теперь в полосу препятствий. Для того, чтобы залатать трубу, работникам хактека пришлось разобрать мост. И теперь, чтобы жителям попасть на другую сторону, например, в аптеку или магазин, через эту трубу приходится перепрыгивать. А живут здесь в основном пожилые люди и семьи с маленькими детьми. Закончить ремонт должен хактек. Пообщаться с руководством компании не получилось. Охрана на проходной заявила, что начальства нет. И наша камера им не нравится. Якобы котельная – объект стратегический и снимать его запрещено. По телефону директора котеля застать тоже не удалось. Секретарь заявил, что его нет. Но кое-какую информацию в приёмной дали. На месте основного порыва теплотрассы, из-за которого февральские морозы, две сотни домов остались без отопления, ямы не засыпали якобы по той же причине. В Минстрое заявили, что хактек от ремонта не отвертится. Тот, кто ямы раскопал, тот и обязан их закопать. Но вот когда это будет, никто не говорит. Алена Трынкина, Василий Самоделкин. Новости. Седьмой телеканал.